До начала массовой лыжной гонки остается менее часа. В Олимпийский учебно-спортивный комплекс «Планерная» в Химках приезжают тысячи любителей лыж. Покорить 10 километров трассы спешат профессионалы и любители самых разных возрастов. Ирина Антонова из Москвы на лыжню России приехала уже в десятый раз. Юрию Исаеву 86 лет. Из них почти 70 он катается на лыжах. Настоящий пример для подрастающего поколения. Участники забега выстраиваются на линии. Волнения нет. Есть желание поскорее покорить снежную трассу. Все готовы. Начало гонки ознаменует выстрел из стартового пистолета, который доверили депутату Государственной Думы, олимпийской чемпионки Ирине Родниной. Пять, четыре, три, два, один, погнали! Лыжня России – это массовые спортивные соревнования нашей страны. Вот уже 42-й год подряд лыжники-любители и профессионалы выходят на старт, чтобы зарядиться отличным настроением и побороться за победу. Центральный старт Московской области проходит традиционно в Химках. Участников лыжни России приветствовали почетные гости. Они поздравили всех собравшихся и отметили важность события для спортивной жизни страны. Десять лет назад я вместе с Владиславом Третьяком зажигала огонь нашей Сонческой Олимпиады и вот старт к такому массовому движению здесь, в Подмосковье. Но 42 года они сами за себя говорят. У нас не так много мероприятий, спортивных турниров, которые могут похвалиться такой историей. В Москве традиционно проходит массово, замечательно. Мы видим 10 тысяч человек, которые сегодня стартовали. И, вы знаете, очень важно, что в этих мероприятиях принимают участие как маленькие ребятишки, так и олимпийские чемпионы. Лыжная Россия проходит с 72 регионов России. Среднее количество участников – полтора миллиона человек. Я думаю, дальше добавлять ничего не нужно. Самое главное, чтобы у всех было хорошее настроение, вынесли приятные эмоции. Пока лыжники покоряли трассу, гости спортивного праздника делали памятные фото, грелись теплыми напитками и ждали первых спортсменов на финише. А чтобы юные гости лыжни России не скучали, их развлекает настоящий аляскинский маламут Деми Мур. Болельщики с нетерпением ждут участников гонки. Первым на финиш прибыл Николай Марилов из Перми. Ой, прекрасно. Как обычно, на фанерной замечательная трасса для такого забега. А сегодня солнце. Мне понравилось. Было очень круто, очень весело. Опасные горки, но все падают. Но все равно очень весело, увлекательно. Сегодняшняя гонка потрясающая, погода прекрасная. Лыжи работают хорошо, настроение замечательное. Памятный кубок, медали и сертификаты на денежные призы. Торжественный момент лыжни России – награждение победителей. Ну, естественно, это празднично, такое настроение. Это массовая лыжня. Здесь много друзей, много коллег. И с семьей мы сюда приехали и участвуем. Это здорово. Эмоции положительные. Настраивалась на победу обязательно. И выполнила все задачи. Меня это вдохновляет. Это часть моей жизни. Скорее всего, вся жизнь. Я не ожидал такого результата. Просто фантастика. Нет слов просто. Я в шоке. В рамках лыжни России состоялся костюмированный забег. Победителями и призерами стали участники, которые финишировали в образах самбиста, чебурашки и викинга. Ощущения отличные, замечательные. Такая прекрасная погода сегодня. Такое позитивное настроение. Море эмоций замечательных. Все красивые, нарядные. Костюмы замечательные. Переполняют вообще. И тем более призовое место. Не ожидал, честно. Приз в специальной номинации «Самая спортивная и креативная семья» получили Демидовы из Королёва. Наталья покоряла лыжную трассу вместе с супругом Максимом и сыном Данилой. Мы очень счастливы. Мы первый раз его на лыжи поставили. В прошлом году мы были на лыжах, он был на санках. А сегодня маленькая дистанция, но первая его. Все вместе – это моя идея, а любовь к детям – это его идея. В этом году массовый старт собрал более 10 тысяч человек. Мероприятие провели в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Елена Тараненко, Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Руслан Сафин, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.